Всем доброе утро, с вами утренняя программа новости, полный флова. Хочу отметить, что для записи, в какой я футболке? Я в футболке из мерча Зар Ларсен из её тура. Какая прелесть, какая прелесть. Я просто в чёрной футболке. В футболке? Да. А про то, почему качество говно, мы уже обсуждали, почему мерч такой плохой. Слушайте, в нашем первом выпуске подкаста. Да-да-да, было. Мы там поносили всех, у кого майки стоят дороже, чем 10 долларов. Привет, Girl in Rat. Ну это вообще, это был кошмар, конечно. Или плакаты Селена Гомес за 60 баксов. Здрасте, приехали. Нет слов. Ну мы сейчас не об этом, конечно. Нет, про Селеночку мы сегодня ещё поговорим, потому что мы всегда говорим про Селену. Мне кажется, что не один выпуск. Она сама придумывает каждый раз инфоповоды для того, чтобы обсудить её. Правильно. Ну настоящая артист, она всегда держится в медиапространстве. Про них всегда должны говорить. Она сидела правильно, сидела красиво. А какими поводами-то? Это вот уже другой вопрос. Актуальная новость этой недели и этого месяца, это, конечно же, Евровидение. Или, как я прочитал недавно, комментарий одного пользователя, Евровидение — это сборище пидорасов, голосующих за пидорасов. Но мы это, конечно, назовём песенный конкурс международный. Да. Ой, шикарно. Я обожаю Евровидение. Это вообще Евровидение, моя любовь всегда была. Мне, я не помню, говорила я в прошлый раз или нет, но у меня родители, когда я была младше, когда жила с родителями, мне не разрешали спать в году всего лишь пару ночей. И вот Евровидение была одна из этих ночей. Они уходили теперь спать. А я ещё сидела в зале до двух ночи, смотрела финал, смотрела, как раздавали все голоса. И я обожала Евро. До сих пор обожаю. До сих пор вот сижу до двух ночи, смотрю, как голоса раздают уже сейчас столько лет. В общем, Евро — это просто моя любовь. Я могу вот говорить, я могу подказ записать, не затыкаясь просто. Дима может просто сидеть, молчать, кивать, такой да-да-да, а я могу не останавливаться. Потому что Дима не фанат Евровидения. Дима может только какие-то собрать, я не знаю, сплетни интересные Евровидения. Какие-то интересные эти... Но, да. Для меня просто... Прости, для меня Евро — это прекрасный способ, чтобы очень быстренько ознакомиться с музыкой из других стран. Я очень сильно устаю от английской музыки. То есть типа американской, что из Англии идёт, что из Австралии. Ну, из Австралии сейчас в последнее время очень хорошо всё. Но в целом я очень сильно от этого устаю, потому что всё очень одинаково, всё очень похоже. И мне не хватает чего-то другого. И вот в те недели, когда я вообще не могу воспринимать музыку, ну, то есть вообще я всё слушаю, мне всё не нравится, мне нужна либо тишина, либо я переключаюсь на какие-то европейские группы, особенно если они ещё поют на своём языке, на родном, чтобы я вообще ничего не понимал, что происходит. Я просто сижу, кайфую, слушаю музыку. Вот для меня вот европейские группы, вот как типа как... Как палат-клензер. Просто типа я слушаю, я вот типа восстанавливаюсь, и дальше можно опять какой-нибудь американский дженерик-поп включать, и нормально всё. Так-так-так, а что за американский дженерик-поп? Это кто? Ну, всё. Ну, та же Селена Гомес, та же Taylor Swift, абсолютный дженерик-поп, нет? Последний альбом Дуа Липы, абсолютно. Королевой тебе в лицо, королевой тебе в лицо. Вот. В общем, я поэтому всегда любила евро, чтобы быстренько ознакомиться с тем, что происходит в других странах с музыкой. Мне очень сложно понять, действительно ли это хорошие артисты оттуда, действительно ли их там любят и воспринимают, воспринимают, потому что, судя по нашим, всем заявкам, которые были за последнее время, вообще непонятно, типа, как воспринимать эти группы, но я всё равно нахожу хорошую музыку. Каждый год что-нибудь хорошее там выходит оттуда. Давай, расскажи про победителя. Кто победил? В этом году победил чувак из... Не чувак, я извиняюсь. Небинарная личность. Небинарная личность, да. Из Швейцарии. Насколько я знаю, это вторая победа Швейцарии за всё время. Я не уверена на 100%. Я уверена на процентов 75. Была Селиндион очень-очень давно. И вот в этом году Немо. Выступление в целом неплохое, на самом деле. Ну, типа, понятно, почему он выиграл. Поправляю тебе. Первое место в 1950 году, потом в 1908 и сейчас в 2024. Вот. Значит, три раза. Всё равно это очень мало. За столько времени только три раза они выигрывали. Вот. Так что это очень интересно. Я, на самом деле, я очень сильно расстроюсь, если в следующем году, когда Евровидение будет проходить в Швейцарии, если Селиндион не появится на конкурсе, хотя бы просто выйти, типа, помакать ручкой, как принцесса Швеции в этом году. Я понимаю, что Селиндион болеет. Я понимаю, что, типа, это всё. Она на Грэмми вышла, это уже был, типа, большой. Ей за это спасибо. Но я очень сильно расстроюсь, если она не появится на Евро в Швейцарии в следующем году. Очень сильно я расстроюсь. Ну, потому что, во-первых, это Селиндион. Она же выиграла. Сразу вспоминаю скандал Стейлор Свирт на Грэмми. Да-да-да-да. И последующий комментарий, бедный Селиндион, об этом. Да. В общем, что я говорила? Швейцария. Швейцария выиграла. Это было неплохое выступление. Понятно, почему за него проголосовали жюри. Он, кстати, не так много набрал баллов зрительского голосования. Ну, типа, там у основных стран, которые... Там было по 300 баллов от зрителя. У него всего лишь 180 с чем-то. Или около 200. То есть прям совсем чуть-чуть. Ну, не совсем чуть-чуть, естественно. У Александра на ноль было. Но что неудивительно. Ну, в общем, не так много. Но из-за того, что жюри дали ему первое место, он всё-таки выиграл, что неплохо. Но, по-моему, победитель всё равно должен был быть другим. Это, естественно, из Нидерландов чувак. Это который Европапа? Да, этого, которого дисквалифицировали за два часа до начала финала. Вот. И дисквалифицировали из-за скандала, да? Угу. Он якобы напал на операторшу после репетиции. И из-за этого его... Знаешь, там что-то было, что он якобы на ней морально издевался. Что-то такое было. Нет, там говорили про то, что он спускался со сцены. Он шёл в гумёрку. Он много раз просил его не снимать. Ну, типа, отдохнуть человеку тоже надо. Они же там вечные съёмки. Ну, типа, всё вот это время, что они туда приезжают. Там же постоянно интервью, постоянно съёмки. Постоянно они там ещё и лайвы снимают. Ну, в пресс-конференции, ну, то есть там, короче, там вечно. У тебя миллион репетиций, у тебя ещё отдельные, типа, выступления для жюри, отдельные выступления с фрагоном одежды. Ну, короче, там дофига всего. Они там не тусуются, они там работают, все участники. И он просил, чтобы его не снимали, а его продолжали снимать, типа, продолжали за ним идти. И он, как я поняла из всяких новостей, он якобы, типа, сделал такое движение, как будто он сейчас что-то сделает физически, типа, нападёт на операторшу или ударит её, но он, типа, её не трогал. Вот. Но она на него написала заяву, и они разбираются. Да, в суд там даже подали, да. Да. Я не знаю, чем это закончилось, потому что он уже вернулся обратно в Нидерланды. То есть, ну, по идее, чем-то закончилось, но нигде никаких новостей нет. Но это же не всё, это же не просто так. Многие думают, что дисквалифицировали его не из-за этого, но это был как хороший повод, чтобы можно было его убрать из конкурса. Многие думают, что из-за его отношения к участнику из Израиля, потому что в целом хотели бойкотировать Евровидим в этом году, потому что Израиль прошёл финал, и девушка из Израиля, певица, она участвовала. И во время пресс-конференции был задан вопрос певицы из Израиля, и ей сказали, что если вы не хотите, вы можете не отвечать. А вот этот Джустер Кляйн из Нидерландов такой, типа, а почему нет? Типа, отвечайте. Вот, и, ну, и в целом его, вся его позиция про то, что Израиль не должен был участвовать в этом году, тут и всё, считается, ну, типа, многие считают, что из-за этого его дисквалифицировали. Кстати, вот раз ты про это сказал, мне есть много что сказать про вот эти истории, которые связаны со скандалами. Давай начнём про выступление израильской певицы Эден Галан, вот, которая, ну, там освестали её, ну, многие и так далее. И забавный момент был. Ну, это всё не забавный, но как бы в контексте этого всего это забавный момент был, потому что там, как бы, Россия не была, да, представлена в этом конкурсе, но при этом одной из зрительницы выкрикнула там зала, когда её освестали, что она сказала, а ну, завалили свои ебало, вот, потому что она поддержала представительницу Израиля. Ну, да, вот такая история была. Это, в принципе, неудивительно, это надо было понимать, что, ну, как бы, в связи с этой ситуацией, так, какое может быть. Но вот такая конфликтная ситуация была связана с этим. Ещё одна была конфликтная ситуация связана с этим. Это, знаешь ли ты, кто такой Эрик Сааде? Конечно, это же, это же, это же потрясающая шведка. И ты знаешь, что он выступил со своей этой песней «Популэр». Да, да. Во-первых, смешно то, что он 10 лет назад пел эту песню и пел, что «I'm gonna be popular», также Эрик Сааде, который за 10 лет так и не стал популэр. Мне, конечно, стало от этого очень грустно, потому что, во-первых, швед. В смысле? Ну, я очень люблю. Он нормально выглядящий, у него нормальный вот поп-голос. Вот что пошло не так? Он ещё и в Швеции. Что может в Швеции пойти не так, чтобы ты не стал популярным исполнителем? Я не знаю, может быть, он кому-то перешёл дорогу или что. Я не стал углубляться в это, потому что, мне кажется, это отдельная тема для разговора, почему не стал популярен Эрик Сааде. Знаешь, пророческая песня была. Но не об этом. Ты видела, в чём он вышел? В чём он выступал? Да, я не смотрела выступление, но я видела потом. У него была арафатка на руке, да. Да, да. Ну, как бы происхождение у него изначально. Он не швед, он, типа, швед-палестинец. Да. И, типа, у него это, я так понимаю, связано с его ориджином, откуда он родился, откуда он родом. Но, конечно же, Евровидение, что сделали, потом они сразу же выпустили новое, потому что они сожалеют о том, что он выбрал такое решение, это надеть. И это расфорсилось, как обычно, по всем риалстикток и так далее. Ну, конечно, с одной стороны, это такой, как сказать, очень сильный инфоповод, потому что неважно к чему, это приплетают везде. Везде, ко всему. Более того, сейчас такая происходит массовая, я не знаю, если ты видела, отмены знаменитостей, которые высказались или не высказались. Скорее, не высказались. Да, на эту тему, что их просто массово призывают блокировать, бойкотировать, отписываться. Среди них там та же, Тейлор Свифт, Лена Гомет. Даже та история с Ким Кардашьян, которая, ее, которая, помнишь, видела видео, где она что-то говорила на речи, и на нее начали, ну, очень сильно освистывать ее, потому что она ничего не говорит. И это прям массово. Я считаю, что это абсолютная, ну, это мое мнение, это абсолютная глупость, тупость и дикость, потому что, ну, как бы, ну, блин, это очень сложно разорваться на две части. С одной стороны, да, когда у людей такая огромная аудитория, когда они могут повлиять на любые там массовые проблемы и так далее, обратить внимание на что-то, они, ну, действительно могут это сделать, и почему вы не делаете? Но, ну, как бы, не на каждую войну и не на каждую ситуацию люди обязаны что-то делать. Ну, это как минимум может кого-то просто не касаться вообще никаким боком. Как максимум, ну, это еще больше разводить ненависть, потому что ты никогда не угодишь всем, никогда не будешь правым ни в какой стороне. Но вот эта вот культура отмены, которая, конечно, сейчас набирает такие просто... Она, в принципе, отстойная. Это как бы... Я поддерживаю культуру отмены в каком-то плане, в каком-то смысле, но как бы... Ну, я считаю, что, конечно, должны быть какие-то, может быть, ну, рамки относительно этого. Вот. Ну, да. И вот Элика Саада, конечно, тоже не было творчества никакого, и сейчас, наверное, не будет еще долго. Но, да, это, конечно, такое... Это было очень ожидаемо. Я прям ждал, что будет с этим связано, и какие будут ситуации с этим связаны. Но мне кажется, что точно обошлось, не было прям суперчего-то сильного. Надо как бы... Более-менее. Как это назвать? Создатели, организаторы Евровидения, мне кажется, очень сильно и жестко за этим следили, чтобы понимали, как это будет. Но все-таки просочилось. Да. Мне единственное, из этого скандала именно с Израилем, мне понравилось, что организаторы сказали, мы же не политический конкурс, мы... И поэтому мы... Именно поэтому Израиль будет представлять тебя в этом году и будет выступать. Вот. У меня тогда вопросики... Притом же, что ты знаешь, что это девочка. Это девочка. Израильская девочка. Ты же знаешь, что она жила очень долгое время в России. Нет, не знала. Да, она выступала на телепроекте «Голос». Она там стала достаточно популярной. Она... Ну, и в 2022 году, после начала всех событий, она переехала обратно туда. И я понятна не имела. Классно. Она прям долгое время жила, она очень хорошо говорит по-русски, и у неё здесь была какая-то аудитория своя. У неё прекрасный английский, между прочим. Ну, она такая международная, да. Да. Я когда ещё услышал имя, я такой, ой, я же это знаю. Ну да. Круто, классно. Кстати, вот в этом году у многих участников очень хороший английский был. Обычно все, кто туда приезжают, ну, типа, ни бы, ни мэ, и невозможно слушать все их интервью, ну, типа, всех пресс-конференций, ну, просто невозможно, у меня кровь лишена. Мне было очень смешно слушать Украину. У них очень смешной английский. Это такие... Ты знаешь, я не следил за их заявкой, но именно их я видел больше всего в Риосах, потому что они со всеми подряд записывались, они со всеми подряд... Да, да. Они, во-первых, очень смешные и, как бы, как сказать, смешные не в плохом смысле, а в хорошем. Их английский тоже очень смешно. Это, вы знаешь, это типичный английский, когда говорит славян... Ну, типа, представитель славянской группы, вот этот вот акцент этот. Это очень смешно, это очень мило, это очень классно. И я ржал, потому что они еще такие прикольные, как они разбивали яйцо на Пасху. Да, да. Потом, как они записывали кавера со всеми на свою украинскую и сами пели. Это очень классно. И английский... Ну, при этом они хорошо объяснялись, это ок, как бы. Но я посмеялся с этого, это очень мило было. Да. Я же говорила, что я в этом году решила вообще не следить ни за чем. Я решила, что я буду не знать вообще никаких выступлений, никаких треков. Единственное, что я знала, это то, что ты мне скинул шведов, а все остальное я же блокировала в Сириусе. Типа, я ничего не смотрела. Я старалась максимально, типа, вот первое впечатление сразу на финале. Да. И как раз таки выступала Украина, она была вторая. Кстати, они были на месте смерти, второе место. На втором месте еще никто никогда не выигрывал Евровидение, если ты выступаешь вторым на финале. В общем, короче, выходит Украина, и там смотрю, и там Алена-Алена, думаю, блин, как круто. Все на классное. Вы увидите ее на Евро. Я понятия не имела, кто будет, но это очень круто. И у них в целом было очень хорошее выступление, еще раз песня. Они как раз таки очень много баллов именно от зрителей получили, очень много голосов. Ну, это неудивительно. Нет, потому что прекрасное было выступление, очень красивое, классное. Да. Очень красивая песня. Вот. Ну, еще моя любовь с этого года, это Хорватия. Они просто покорили мое сердечко, Бэби Лазанье. Вообще прекрасные, замечательные, такие милые, такие классные. Он, когда вернулся домой, он думал, что его будут встречать буквально там пару человек, а его встречал чуть ли не весь город. И он выступал где-то у них там в городе, на улице, и там просто тысячная какая-то толпа, десятки тысяч, ну, дофига людей. И он распакался на сцене, потому что он не ожидал такой любви от, ну, типа, от своей страны, да так мило, это прекрасно вообще. Человек второе место занял. Это, по-моему, самый лучший в Хорватии за всю историю. Они ни разу не выигрывали, но прям это было очень классно. Вот я такие люблю моменты в Евровидении, когда вот такие штуки происходят. Скандалы я тоже очень люблю, федрамы, но я люблю, когда и хорошие вещи происходят. Вот, очень классно. Про русскую заявку я хотел спросить, небольшое сделать, ну, типа, вернуться в Россию ты же не была, но мне интересно, потому что, по-моему, мы с тобой не обсуждали русские заявки. Какие твои самые любимые, самые запоминающиеся, и, ну да, вот что об этом? Самые запоминающиеся, это, наверное, были Little Big. Я была уверена, что они выиграют, когда, ну, типа, когда с Уной песней, когда отменили из-за ковида весь конкурс, но я была уверена, что они победят, потому что их клип до сих пор один из самых просматриваемых из всех клипов и всех заявок на Евровидении на Ютубе, до сих пор. И в целом, ну, типа, они бы выиграли. Либо они, либо Исландия в том году. А так, я тут недавно пересматривала выступление Манижа, мне безумно понравилось, у меня пошли мурашки от её песни, была прекрасная песня, было очень клёвое выступление, очень, получается, у нас было хорошее последнее наше выступление пока. А какое последнее? Ну, Манижа была последняя у нас. Это она последняя, да? По-моему, да. По-моему, последняя уже никого не было. Это, получается, будет 21-й год, да? Да, да. Да, потому что потом 22-й. Да, да, да. Нет, да, потому что Little Big были до, а они должны были поехать в следующем году, они не поехали, и Манижа поехала. Да. Да, вот. И, а ещё, я совершенно забыла, но пока я просматривала... Про Манижу. Я видел в видео недавно такое, когда она рассказывала, что... А это было, это было посвящено, это сняла Собчак у себя интервью в честь дня рождения Пугачёвой, куда включила Манижу, и где Манижа рассказала про то, что Пугачёва её очень сильно поддержала на Евровидении, потому что она, типа, ей за час, за два часа до выступления позвонила сама по телефону. Ничего себе. И, ну, ей какие-то сказала напутственные слова, чтобы она там не переживала, и какую-то фразу сказала, что, типа, помню, что ты это делаешь в первую очередь для людей, для посыла, и я такой, блин, ну вот, как любил Пугачёва, так ещё больше люблю, и это очень классно. Это очень круто. Я помню, с Манижей связанной как раз с Евровидением, да. Тем более, что у неё песня реально была, ну, типа, для народа. У неё был абсолютный, типа, месседж, который она хотела передать, и, мне кажется, она его передала. И она ещё это сделала очень красиво, очень, очень классно. Я же считаю, что это какой-то абсолютно незаслуженный хейт, который она начала получать в свою сторону из-за этой песни. Это такой бред, потому что прям даже в какой-то степени песня была, как сказать, вирус, ну, вирусный в том плане, что она действительно реально вирусная, даже мемная стала эта песня. И, может быть, я не знаю, было время не то, или что было не так. Бывают какие-то моменты не самые удачные, но к тому, что там не было абсолютно ничего плохого. Нет, вообще нет. Особенно оглядываясь назад, там вообще не было ничего, за что можно было хейтить, за что можно было отменять. Нет, вообще нет. Я думаю, там больше было именно, типа, сама Манижа, там же был вопрос в том, что она как бы не русская, да? Ну, в смысле, она не славянка. И из-за этого. Но готовили же публику к тому, что Манижа будет выступать на Евровидении. Там же был момент, когда Little Big еще должны были поехать, до того, как сказали, что они будут, там был вброс, что Манижа поедет. Да, я помню. А потом такие, типа, не, Манижа не едет, будет Little Big. А потом Little Big в следующем году, когда они должны были поехать, ну, типа, запрещены, почти все участники вернулись 2020 года, а они отказались и, ну, типа, сказали, что будет Манижа. То есть, всех готовили к тому, что она поедет. Еще, типа, за год до этого и, может, еще раньше. Но, мне кажется, они даже знали, что, скорее всего, будет такая волна хейта из-за того, что это Манижа. Вот. Поэтому они чуть-чуть пытались почву подготовить. К сожалению, не очень получилось. Но все равно была прекрасная заявка, была прекрасная песня, замечательное выступление. Ну, как бы, в целом, Манижа очень люблю. Ну, типа, я понимаю, почему пошел хейт, но это, конечно, абсолютный бред полнейший. А что ты думаешь по поводу звездочек нашей поп-музыки Полины Гагарина и Сергея Лазарева? Вот. Я тут недавно, ну, после Евровидения решила посмотреть все наши заявки за все время. Я совершенно забыла, что у нас была Алсу, которая заняла второе место. Просто из головы это вылетело. Вот. Но классно, молодец она. Потом я забыла, что было серебро. У меня, типа, идут подряд треки. Как это можно забыть? Вот, прикинь. Идут подряд, типа, все выступления. Я смотрю, серебро, я такая, точно. Ну, типа, я песню назнаю наизусть. Но я совершенно забыла, что они были на Евро, и что они третье место заняли. Я смотрю и думаю, блин, Дима был прав. Темникова красотка, и вообще молодец, еще третье место на Евровидении заняла. Ну, то есть, я совершенно из головы это вылетела. Прямо, что пела там только она. Естественно. Ну, типа, ну, в целом все. Серебро это было Леночка Темникова и двое других. Ну, как двое? Серебкина еще одна какая-нибудь. Не важно кто. Вот. Ну, ж подкаст отменят из-за этого. Не, ну что, не правда, что ли? Ну, типа, Лена всегда пела. Ну, да. Может быть, Оля писала? Ну, типа, пела всегда Оля. Да, да, да. Она была... Потом уже стала Оля. Потом уже стала Оля. Потом уже. Ну, да. Вот. Это уже другое серебро. Это моя... Реально, ты понимаешь, это вообще этот альбом, это просто, это разрыв. Вот такое серебро я очень сильно люблю. Вот это, конечно, как бы все в интервью сейчас мне обсирали Фадеева, какой он там человек и так далее, но вот делать такую музыку, которую вот он делал до 2010-го, вот в то время, с Олявых по 10-е, это, конечно, просто разрыв. Там альбом, который, ты понимаешь, это просто... Ты же знаешь группу... Господи, господи, где мое... У меня, когда начинаю быть excited, у меня сразу... Да, ты же знаешь группу Massive Attack? Да, конечно. Вот у них там есть пара песен, которые вообще в целом по вайбу напоминают очень сильно Massive Attack. Это как будто бы наши русские Massive Attack, но это очень классно, такой звук, это такой сок, но это прям невероятно. И я как бы... Особенно вот это вот, то, что они делали на английском языке. Это было красно. Это вот, мне кажется, из всех русских заявок, это одна из самых любимых была. Серебросок номер 1. Это было шикарно. Прекрасно тоже выступление. Красотки стоят на сцене, в чёрных своих платьях вообще. Никакой пошлости там причём не было. Это было очень-очень красиво. Да. Вот. Так что Лазарев Гагарина. Лазарев Гагарина. Мне, к Зуну, нравилась песня первая Лазарева, которая... You're the only one. Я думала, что она тоже выиграет. Это было очень... Ну, Серёжа во всех своих интервью говорит, что он выиграл. Ну, он реально... Ну, типа, он выиграл. Ну, как бы... Ну, для меня тоже. По зрительским голосам он выиграл. По зрительским голосам он выиграл. А так он занял третье, по-моему, место тогда. Да, он всегда третье место занимал. И... Это было... Я вот пересматривала, и говорили, что похоже же на выступление Манса из Швеции, которое было, типа, забороли до. Да. Ну, типа, что такой же экран сзади. Он всё ещё мой краш. Ой, это абсолютно 100% песни. Песни 15-го года была... Песни 15-го года была в красной песне замечательной, которую, типа... Также Манс, который так и не стал популярным. Ну, нет, ну как? Ну, кстати, по-моему... Более-менее. Наверное, по-моему, ему это и не нужно было, потому что, ну, как бы это вот другие, мой любимый Бенджамин и Гросс, кто-то просто выходит на другой рынок, а, ну, кому-то просто это не нужно. Вот он... Манджи, он вёл что-то потом в Швецию, ну, как бы, точно Евровидение, которые были в Швеции, он был ведущим, он в целом что-то в Швеции вёл, ну, то есть он немножечко... Ну, это всё в Швеции, всё ограничено в Швеции. Ну, да, ну, как бы, его всё равно знают в Европе все, как бы, песня Хиру всё равно была хито громаднейшим. Вот, но... Ну, может быть, ему не надо это было, может, ему и нормально в Швеции. Да, 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 вот в этом прикол. А ты знала прикол, что он выпустил песню с Полиной Гагариной в 2022 году? Мне кажется, в 2022 году? Нет, не знала. Да, да, в феврале 2022 года. 19 февраля 2022 года. Вот, наверное, поэтому, наверное, я и не знала. Максимальная мима это прошла новость. Ничего себе. Я потом... Закончим, я послушаю. Я не знала. Это безумно интересно. Причём песня, ну, такая... Они, типа, решили сойтись, участники Евровидения. Ну, просто... Ну, обычная песня, обычная. Ну, да, такое было. Возвращаемся к Лазарю. В общем, Йордеон Ильван, первое выступление. Было потрясающе, шикарно. Мне кажется, вот он взял за основу выступление Манса с этими экранами, да, с этим баграматным. И просто на уровень, на три уровня выше сделал. Ну, конкретно поднял планку. Это было прям хорошо. Незаслуженно он победил. По-моему, это было прям одно из лучших выступлений. И песня была даже хитовая. Абсолютно. А он до сих пор иногда в голове. Я вспоминаю, хожу, напеваю. Вот, следующее выступление, мне не так его понравилось. Оно было слабее явно. Мне не понравилось следующее выступление. Мне кажется, оно было скучное. Да, это было скучное. И вообще, это типа, я понимаю этот прикол, что, блин, не выиграл и хочется выиграть. И вот эти вот амбиции и так далее. Путь Димочки Билана, да. Но лучше бы, ну, как бы, лучше закончить и оставить на пике то, что было. Либо надо... Ну, я не знаю, почему он не понимал, что эта песня не такая же крутая, как предыдущая. Ну, он там, как я... Он пытался там брать именно вокалом. Потому что именно по вокальной части эта песня была чуть посильнее. То есть там прям... Да. Он там больше прям вот именно пел. Но это было скучнее. Абсолютно. Но всё равно третье место занял. Ну, типа, такое же место. То есть, в целом, ну, показатель получается одинаковый. То есть, не то, чтобы хуже. Вообще никак. Ну, типа, точно так же. Просто сама песня была не такая интересная. А Гагарина для меня просто была скучная песня. Ну, типа, песня «Невровидение». Абсолютно. Она в белом платье поёт про мир, любовь. Как Дина Гарипова. Так же она в платье про мир, любовь поёт. Да. Вот. Но спела она её прекрасно. Да. Тебе не понравилась её песня? Ну, она просто, типа, песня «Невровидение». Ну, типа, она про любовь, про мир. Как всё хорошо, прекрасно. Давайте любить друг друга. Ну, типа, я не из-за этого «Невровидение» смотрю. Поэтому было скучно. Но как песня для «Невровидения», да? Вполне. Ну, типа, к сожалению, победители выбирают жюри, а не люди. Поэтому такие там песни присутствуют. Мне кажется, если бы не было жюри, если бы выбирали только зрители, вообще бы всё другое было. Был бы абсолютно другой вайп. Было бы намного всё повеселее. Потому что за последние, сколько-то, вот там, лет 10, самые именно популярные песни, которые и живут после Евро, и которые, типа, вирусились до начала, это, ну, типа, просто что-то тусовка. Ну, типа, как Нидерланды в этом году, как Финляндия в прошлом году, как Уна, Little Big. Ну, то есть, Европе нужна просто тусовка. Просто что-нибудь весёлое, классное, какой-нибудь рейфчик сделать, и нормально. Именно вот это вот заходит. Поэтому, если бы не было жюри, мне кажется, было бы всё вообще по-другому. Другой вайп был бы потрясающе. Это была бы одна большая тусня. Это какая-то очень странная тема, история про жюри и зрительское голосование, типа, и то, и то вместе. Потому что это получается очень, как будто бы необъективно. Ну, то есть вы, как будто бы люди выбирают одно, но из-за жюри этого выбора не получается. И наоборот. Жюри выбирают одно, и из-за зрителей этого не получается. Ну, конечно, всё равно часто, очень часто почти всегда перевешивают всё-таки то, что жюри выбирает. Да. И поэтому все как бы ходят слухи, ну, не ходят слухи, а все называют это политизированным конкурсом и всё такое. Но да. Да. К сожалению. Это странная очень вообще схема. Ну, в этом году увидишь, они сказали, что если вдруг будет одинаковое количество голосов, то, типа, в пользу пойдёт зрительское голосование. Они, типа, добавили это, чтобы, типа, мы все успокоились, и, типа, да, как будто бы берут в счёт, типа, в счёт вообще все наши голоса. Ну, да, это абсолютно... Ну, типа, ну, всё понятно. Ну, типа, понятно почему, понятно как. Понятно... Ну, всё понятно, к сожалению, просто это так. Да. Тут ничего не сделаешь. Только если своё Евровиде не сделать. Безвари. Вот, только так. Давай. Давай, давай. Сейчас начнём. Про Евровидение ещё моя любимая последняя из последнего хотел сказать, что Лорин, которая победила, она очень хотела, чтобы прошло Евровидение в этом году не в... Не в Мальмо, да. Да, не в Мальмо, а в Стокгольме. Она говорила, что если вот я выиграю, пожалуйста, сделайте это в Стокгольме. В итоге они не сделали в Стокгольме, и правительство города Мальмо заявило, что больше не хочет принимать Евровидение. И сказали, что после этого года у нас нет сил вообще и желания повторять это снова в обозримом будущем. И говорят, если Швеция выиграет, мы не будем подавать заявку на Евровидение. Они же не так давно уже Швеция выигрывала и тоже в Мальмо проходила. Да, буквально, да. Проходила Евровидение. Буквально, вот сколько, пару лет назад. Ну, то есть, это же дорого, это же безумно дорого. Ну, типа, регистрадные в целом не хотят выигрывать, потому что это просто дорого провести этот конкурс. И поэтому понятно-понятно, что Мальмо такие, типа, всё, мы устали, всё. У меня был вопрос к тебе последний по Евро. Мне было интересно по британской заявке. Сейчас спроси. Потому что ты как представитель Великобритании на нашем подкасте. Мне просто... Я очень любила всегда группу Yers and Yers. Ну, типа, я до сих пор слушаю их альбом 14-го года. Наверное, там я и перестала слушать Yers and Yers, а там и остановилась на альбоме 14-го года. Да. Но я очень их люблю. Ну, типа, вот столько лет я их слушаю. Всегда очень мне нравился Оля Александра. Ну, типа, как вец, как артист. Да. А вот то, что, типа, что было, я не поняла с точки зрения вообще всего. Ну, типа, выступление... Это всё-таки... Конкурс всё-таки... Я понимаю, что современный это всё, но всё-таки конкурс семейный. Ну, как бы, я его с родителями смотрела. И я потом всегда с мамой обсуждала... Да где семейный? Да какой семейный? Ну, уже, получается, нет. Ну, типа, я с мамой точно такое не посмотрю. Ну, как бы, я буду ей глазки закрывать. Пару лет как не семейный. Ну, а раньше бы... Ну, то есть, я с родителями смотрела, я обсуждала потом все артисты, все треки обсуждала. А вот сейчас я родителям, говорят, не покажу. Что я покажу? Красную комнату Оли Александры? Ну, как бы, я что? Боже, мне интересно, ну, типа, как у вас там этот трек приняли? Как она там... Ну, ты правильно сказал одну вещь, когда мы с тобой обсуждали недавно, что почему его отправили, чтобы он не выиграл. Да. В Великобритании, да, своих есть проблем куча, чтобы принимать здесь Евровидение. Скажу про Оли Александра. Вообще, этот их альбом Years and Years, Communion, который 2015 года, я очень фанатеал, мне очень нравилось. Я думал, что это, господи, это что-то такое очень классное, что-то вообще невероятное. Все эти клипы, все эти выступления, по-моему, он приезжал на Ласточкин выступал, если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, извините, но он приезжал в Россию один раз точно, потом второй раз он приезжал. Я был на концерт, это был 2019 год с альбомом Пало Санто. И как бы для меня побывает на концерте какой-то английской группы в России, в Москве, я думаю, господи, что это тогда казалось чем-то осуществимым и нормальным. Я очень люблю это. Как бы это очень классно было. И потом начались, когда начался распад, когда группа распалась, и он начал сольное творчество. И когда появился его альбом Night Call, где он там видит Русалки, этого я уже стал не понимать. Я уже стал, ну как бы, я не понял, в какую сторону и почему творчество начало уходить, почему группа распалась. Я не стал даже в это как-то вдаваться, в эти подробности. Для меня это стало уже дорогой не туда. И в целом, когда вот я увидел, что он будет представлять Евровидение, первым моим вопросом был зачем? Почему? Зачем он? Когда в прошлом году Евровидение от UK представляла Мэй Мюллер, это было более чем объяснимо и понятно зачем. Потому что она молодая исполнительница, потому что она молодая, перспективная, начинающая исполнительница. У Оля Александра уже 10 лет, более 10 лет на сцене, у которого уже есть все. И, ну как бы, это сейчас не я, это не эйджизм, но он уже старый для Евровидения, в том плане, что, в том плане, сколько он лет уже на музыкальном рынке. И, как бы, ну, это, в частности, по тем же причинам есть куча разных, ну, это в России только, знаешь, самые, типа там Лазарев, Гагарина едут, которые уже. Ну, типа, я не знаю. Это для меня было очень странно, очень непонятно. И песня сама. Я когда послушал, я не вижу, честно, вот, что люди говорят, почему она такая заедающая, есть вот эта... Ну, как бы, я не знаю. Я забыла ее через 2 минуты. Потому что это обычная, обычнейшая песня. Возможно, она может... Ну, при том, что как он умеет делать, как он мог бы сделать, и как вообще могут, в принципе, делать. Я не понимаю, почему так было сделано плохо. Опять же, если вопрос был в том, чтобы проиграть и не победить, это понятно. Да. очень, кстати, интересно. Ну, то есть... И постановка номера. По постановке номера, я тебе тот комментарий рассказывал про то, что все комментарии из разряда «Мы что, оказались в какой-то черной комнате в гей-клубе или что?» Ну, типа, что это такое? Это для чего? Для того, чтобы показать, что в Британии, я не знаю, такие кинки, развратные геи, или что? Ну, типа, в чем... Ну, про то, что ты сказала, про то, что семейный конкурс, ну, как бы, то, что в семейной смотреть, да. Вот я не увидел здесь ничего, представляю. Ну, хотя нет, это, в принципе, представило Англию, да, в принципе, да. В общем, мне всегда просто интересно, видно, что Англия не хотят победить на евро, потому что, опять же, дорого, безумно дорого это проводить, и странно, в целом, не хотят это выигрывать. Да. Очень многим это не надо. Вот. И просто, они, если хотят, ну, типа, если они захотят, в смысле Великобритания, ну, Гарри Сталл заправляешь? Всё. Да. Всё. Да, да. Всё. Но, опять же, как бы для жизни такого уровня это будет очень тупо. Конечно, естественно, но, но... Но мы же Лазарева отправляем. Вот, я о том же. Ну, типа, Англия знаменита тем, что они отправляют своих каких-то очень и очень именитых артистов, да, там же выступали раньше, ездили, ну, теперь популярно, ну, типа, мегазвёзды мировые, да, и они занимали тоже дурацкие места, потому что песни были ни о чём. Ну, то есть, если Англия просто не хочет выиграть, к сожалению, ну, типа, отправляешь Гарри Сталла, даже просто Люиса Капальди отправишь, он споёт свою какую-нибудь мозгливую песню, один на сцене постоит, все поплачут, прекрасно, замечательно выиграли. Ну, то и будет нормально. Ты даже Найла Хорона отправляешь, а он ирландец. Хотя, не, он же в Англии живёт. Найла Хорона отправляешь, всё, ну, типа, девочкам больше ничего не надо, у них парень из One Direction выступает на сцене, ну, как бы, камон. Да. Вот, очень жалко просто. Они могут, но не делают. Я хочу увидеть Гарри Сталла на Евровидении, вот, всё. Всё, что я хочу. Не думаю, что это когда-то это в жизни не произойдёт, но просто я хочу. Ну, что я могу тебе сказать, ходить неверно. Да. Наверное, это всё с Евровидением. Да. Мы обсудили всё. Ну, мы не всё обсудили, мы... Дополняем. Но мы, да, 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 да. Потому что проходиться по каждому выступлению мы вообще не будем. Нет, нет. Просто послушайте Порватию, Швейцарию, Нидерланды и Ирландию. Ирландия был шикарный номер. Да. Вот. Согласен. В целом всё. Так же, Дима, который не смотрел Евровидение. Да. Ладно, я смотрел. И Украину ещё посмотрите. Там тоже красивый номер, прекрасный. В целом всё. Дальше там всё остальное было неинтересно и скучно, как обычно. Ничего, ничего нового. Ничего не запоминаешь всё. Я хотела тут... Мы с тобой немножко... Когда Евро обсуждали, ты сказал, что тебе нравится, когда... Ну, типа, все заявки на английском языке. Да. 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 А мне наоборот. Смотри какой... А может быть, я неправильно, может быть, выразился. Когда вставляют свои национальные части, когда привносят свои культурные особенности, вставки на своём языке, там, костюмы, постановка номера, музыкальная составляющая. Да. Когда полностью песни на языке страны мне не нравятся. То есть, если это будет, возможно, там, что-то на английском и какая-то часть культурная, ну, с этого языка, это классно, потому что это помогает ознакомиться так раз с культурой, и ты можешь все элементы этой культуры, элементы этой страны, их ощутить в песне, но при этом она всё равно, как сказать, это же всё равно международный общий такой конкурс для всех. А получается, для меня, когда это всё, все поют на разных языках, всё настолько разное, меня это нихрена не объединяет, меня это наоборот, я смотрю, я теряюсь, вот это одно, это другое, это третье. То есть, это как будто бы не каждый знакомит себя с частичкой своей культуры, а каждый пытается её максимально показать, свою, ну, как бы, окей, но из-за этого у меня сразу очень сильно моё фокус внимания теряется, потому что всё настолько разное. Вот как я тебе сказал, пример с парфюмом. Когда ты, я буду говорить, не слушаешь, а нюхаешь, извините, нюхаешь парфюм, много нюхаешь разного, абсолютно разного, то у тебя, ну, ты уже не можешь нюхать больше ничего, потому что у тебя всё забито, ты не можешь, тебе надо чуть-чуть кофе вдохнуть, или что там, нейтрализует, чтобы это. Вот у меня английский язык, это тот самый кофе, который помогает немного, ну, чуть-чуть нейтрализовать. Интересно, потому что у меня максимально наоборот. Я, я типа, на других языках использую как кофе, потому что я такое перенасечение от того, что на английском, и мне становится скучно, неинтересно, и я, типа, вот, слушаю музыку в других языках, чтобы, наоборот, перезагрузиться, чтобы, наоборот, что-то новое услышать. Новое. Потому что, ну, типа, для меня текст в целом, в любой дрэке, текст последний, на что обращаю внимание, мне абсолютно все равно о чем поют, ну, абсолютно, если чем-то не выделяется. И, если я вот не понимаю ни слова, но я прочувствовала песню, ну, она все равно, ну, типа, все равно будет прекрасная песня. И вообще, еще все равно, что там сказали, я все поняла. Я все прочувствовала, все было понятно. И поэтому мне, наоборот, нравится, когда поют, ну, типа, когда участвуют не на английском языке, потому что на английском языке, во-первых, ты не можешь передать все, что ты хочешь, если это не твой родной язык. Ну, очень сложно передать, ну, типа, полностью все свои мысли. А на своем языке ты передашь, и ты все равно поймешь. Ну, типа, ты прочувствуешь в любом случае, понимаешь, о чем поют, или не понимаешь. Короче, интересно, что у нас с тобой максимально противоположный взгляд на это. Это прикольно. Ну, да, это как бы, это реально интересно, потому что это как бы отчасти огромная причина, по которой я и не смотрю, и не могу смотреть полностью Евровидение, прямо потому что, ну, вот, мне прям плохо. Я могу отдельно в таком случае, на Ютубе потом каждое отдельное выступление посмотреть, пустя какое-то время, но вот в формате целого вот конкурса, чтобы полностью так посмотреть, я прям не могу. и поэтому мне комфортнее даже иногда заранее, вот как ты видишь, ты не слушаешь заранее все, а я могу вот комфортнее заранее по отдельности каждое послушать, и тогда мне будет легче что-то там судить, понимать, вот, ну да. Классно. Ну, такая история. Потому что мы такие разные. Это, это хорошо. Но мы тоже поняли, когда проверяли по гороскопу совместимые. Да, Дима как-то, мы зазваниваемся, он такой, он такой, а скачай это приложение, а давай посмотрим нашу совместимость, и у нас, что там, ничего максимально? Нет, у нас, ты что, у нас одна совместимость, очень смешная, совпала, которая, которая точно не совместимость, которая секс и агреш. Ну да, это очень совместимость, конечно. А по всем остальным фронтам у нас просто минус. Ну там нейтральное, нейтральное, а потом минус. Ну вот нейтральное, это настроение эмоций, любовь, удовольствие и чувство ответственности, а в минусе у нас интеллект, коммуникация. Так ладно, это не подкаст про наш совместимый. Это максимальный офф-топ сейчас был. Да. У нас вообще есть несколько микротем, помимо Евровидения, которые можно было интересно просто обсудить, из-за того, что происходит сейчас в мире. Вот. Ты видел мои заметки, кулинарные заметки? Вот. Тебе что-то откликается от моих кулинарных рецептиков? Ну, одно из того, что было, это слитая песня Билли Алиш, в которой мы пришли к мнению, что это всё-таки не песня была, а Билли Алиш. Да. Что, скорее всего, это какой-нибудь AI. Но я всё ещё безумно жду альбом Билли Алиш. Безумно жду. Мы с тобой в прошлый раз говорили про то, что иногда, ну, типа, есть плохие примеры работы артиста и продюсера, да, как, типа, то, что сейчас Теллер Свифт и Джек Антонов, они немножко, типа, выжили всё, что можно было, сейчас это неинтересно. Конечно, блядь, 10 альбомов в год, конечно. Да, естественно. То, что вот последний альбом до Алипы с Тамин Паула тоже оказался не самым лучшим, типа, не самой лучшей коллаборацией. Да. Но, мне кажется, дуэт Билли и Финиаса пока работает, и пусть они дальше и работают. Типа, пока всё хорошо, мы посмотрим с новым альбомом, но мне безумно нравится, как они работают вместе, что они вместе делают. Мне очень нравится, что Финиас сам делает, в целом. Он, в принципе, сам, В своём проекте, да, мне очень нравится. И как он помогает другим исполнителям, в принципе. сначала как продюсера мне очень нравятся его работы, и как они вместе с Билли, что они выпускают, мне тоже безумно нравится пока. Вот. Мне кажется, у них отличная, ну, если у них прекрасная коллаборация, они всё-таки брат с сестрой, они много лет вместе работают, но пока это работает, и это хорошо. Я очень боюсь, очень боюсь, я поэтому не делаю никаких ожиданий, но боюсь, что альбом может быть скучным, и особенно из-за того, что не было ни одного сингла, ничего не было, как бы есть какие-то некие опасения, но ожиданий нет, потому что я, в принципе, не фанат, и никогда не был фанатом Билли Айлиш, я просто как бы, она существовала от меня отдельно, я просто как бы, ну, окей, классно, молодец, прикольно, интересно, без хейтерства, без фанатизма, без ничего, вот. Поэтому просто будет интересно обозреть, жаль, что не удалось послушать это до официального релиза, но мы послушаем, конечно, это может быть, включим наши интересные новинки. Я думаю, да, в любом случае, но тот маленький тизер, который она показывала, мне очень понравился, я надеюсь, что все будет так же хорошо, как это буквально, сколько там, 15 секунд, которые она включала, интересно, что она без синглов, крайне редко ты видишь, когда делается, на релизе с альбом, и нет к нему никаких синглов заранее, вообще ничего, то есть просто... Ну вот Ариана Гринейт такое сделала, она выпустила всего один сингл, и все, и сказала остальное, я хочу, да, но один это тоже один, и причем там с разрывом, это был один сингл, типа за два, ну, месяц точно там был, может быть, даже больше, да. Два, два месяца и все. Два месяца. Типа он в январе вышел, и потом в начале марта альбом. То есть это достаточно маленький промежуток времени. Да. Но остальные хуярят целый год сингла, а потом запихивают все в альбомы. Привет, Два Липа. Да-да-да. Так что посмотрим, послушаем альбом Беляли. Да. Что я хотел интересную тему затронуть, это Камилла Камбейо. А, извините. Нет, пока нет, подожди, пока нет. Мы пока про музыку, пока про музыку. Что ты думаешь вообще о возвращении Камиллы Камбейо, о ее двух последних треках? Мне пока не нравится. А ты слушала последний трек? Который с Лилназом? Да. Нет. Я только видела всякие ведушки, я видела, что промо у них идет конкретное, что они где-то там в клубах тусили вместе, чуть ли не подцеловались. Слово промо, я хотел про это так раз сказать, что вот же промо, притворяются, что целуются на вечеринке, бросают презервативы в гей-клубы. Вот тебе идеальный, ну, идеальный пункт промо для Лилназа. Да. Ну, при том, что у Лилназа что-то пошло не так в творчестве, потому что, да, сингл, на который он делал огромные ставки в январе, Джисус Крайз, провалился в дребезги, когда там такое готовилось, типа прям чуть ли не возвращение везде подряд, а потом были еще какие-то с Кешей намеки, какие-то фейковые намеки. И мы с тобой такие вау, 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 мы повелись на это, но нас обманули. Ну да, и это разочевание, потому что он действительно может делать что-то очень классное, крутое, но я не понимаю, мне кажется, он как-то очень, ну, он, конечно, себя так не чувствует, но как будто бы ощущается какая-то потерянность в творчестве, в том, что делать, как делать, потому что еще мир так быстро меняется, и это очень все сложно предугадать и сделать что-то такое, что будет заходить и прям нравится людям. Ну да, ты никогда не знаешь. То, что сейчас с Камилой, что маркетинг у нее, конечно, очень большой, прям она везде, она с февраля, она прям везде, где только можно, на всех подкастах, на всех шоу, на всех передачах, везде. Она была на качеле у Ланы Дел Рей. Да. Даже там. Что вообще, вообще очень смешно, странно, и я все еще ржу с того, как Лана поет эту песню, вот это вот, как будто бы она ее дразнит, я не понимаю, но это... Нет, это странно. Для меня в целом весь ребрендинг Камилы, который сейчас происходит, ее синглом I Love It, который был самый первый, мне он чувствуется... что будет посвящено Шону Мендесу альбаму. Да? Да, она сказала об этом. Интересно, это интересно. Но я... чувствуется, что это все максимально, все коммерческое, и весь ребрендинг максимально, типа, коммерческий, ненастоящий, ну, типа... Ну, это даже по звуку слышно. Ну, естественно. Она вот даже просто как она выглядит. Она, типа, она была, ну, типа, Камила-какамила, бла-бла-бла, а потом резко бамс, и она сразу Y2K у нас эстетика, и все-все-все, то, что сейчас популярное. Но изначально она, типа, ну, типа, не была, и поэтому чувствуется, что она, ну, типа, это ей не близко, это все не настоящее, и ты сразу не веришь этому всему, и, ну, типа, не хочется даже, типа, вовлекаться в это все. Вот. И сам трек мне не очень понравился, потому что, по-моему, абсолютно, ну, типа, это абсолютно Чарли-кси-экс, и, по-моему, Чарли делала это все лучше. Вот. И я не поняла выступление ее на качеле с Ланой Дел-Рей, где она просто вышла, спела, ну, типа, обычно на качеле такие штуки, это прям, типа, фиты. Ну, типа, вместе с артистом они оба поют, типа, что-то свое добавляют, а там Лана просто на балконе стояла, потанцевала, что-то спела на две строчки. Камила вышла, станцевала, спела и ушла. Ну, типа, не к месту. Ну, тут вообще. Да? Если даже брать на качеле прошлые фиты, типа, когда была Билли Алиш и вышла Хэлли Уильямс из Парамор, они вместе спели песню, и, типа, ну, тогда было совместное выступление. Да? Лана подпела ей, ну, хватит. Ну, она стояла на балконе, она буквально две строчки подпела и просто ручками танцевала. Ну, это было прям, ну, вообще. А Камила внизу со своей подтанцовкой была. Ну, это не то. Это как будто вот реально она купила себе слот на выступление Ланы. Вышла, спела и ушла. Ну, прям, мне не понравилось. Короче, пока мне всё не нравится. Смотрим, что будет дальше. Да. Надо слушать, надо смотреть. Но пока мне не заходит. А может, ну, в целом, я явно не целевая аудитория Камилы Кабео и её нового альбома, поэтому тут сложно сказать. Я точно не целевая аудитория, да. Это не для меня делается. Я не знаю. Я не считаю, наверное, себя тоже, да, целевая аудитория её. Но мне интересно, что будет вообще в альбоме. Вообще нет никаких ожиданий, но мне интересно просто, что там вообще будет. Мне тоже интересно. Я послушаю, тем более, если ты прошу на Мендеса. Интересно. Да, да, да. Потому что я считала, что они... Абсолютный пиар был ход всё это встречание, поэтому послушаем. Забавно, что ты упомянула Charli XTX, потому что у неё же готовится к выходу новый альбом. Да. Буквально вот летом, в июне, по-моему. Я, Charli XTX, у меня к ней такое очень странное отношение. Я её вроде бы люблю, но я её не слушаю. Ну, то есть она как бы... Она интересна... Она интересна... Она интересна в медиаполе. Она интересна в ней наблюдать, что она как автор песен. Она, в принципе, интересная и классная. Но вот я прям не сузь кипятком от неё, от её музыки. У меня нет такого. Это просто, может быть, не мой формат музыки, не мой жанр. Но то, что она делает, это всегда прикольно. Это всегда нормально. И вот как минимум, да, аж нет такого, вот как и Мила Кабала делаешь что-то одно, а потом резко делаешь что-то, что вообще не её ей не подходит. Никогда она не делала. Такое себе. Но вот вся эта её история... Я не знаю, откуда пошла история про то, что поп-певицы начали углубляться в диджейинг и становиться диджейками. Откуда это пошло? И что это за мода такая? Почему и зачем? Чтобы деньги можно было зарабатывать, Вадим. Всё очень просто. Но эта мода имеет какую-то популярность определённую. Это да. И она вот Чарли Экс Экс этим пользуется. Геи-то хавают, особенно в UK. Все хотят увидеть это, все хотят посмотреть за счёт того, что у неё уже есть имя. Но так и происходит. Но как бы суть, почему про Чарли Экс Экс, зацените новый её сингл. Да. По-моему, он называется 360? По-моему, да. Я могу ошибаться, но... У меня сразу в... в этом... в голове «Детка, я хочу тебя на 360». Ну да, этот сингл, значит... Из России ты уйдёшь, а Россия из тебя никогда похоже не это. Да. Клип очень классный, где она собрала своих всех, которые сейчас вирусятся в... Опять, во всех этих тиктоках, во всех этих молодёжных штуках. Молодёжных штуках. Вот, да. Это прикольно и классно выглядит, поэтому посмотрите, зацените. Да, это точно. Вот. Ну... Почему я включил в повестку Тори Лейнза? Да. Потому что как случилось, в общем, рассказываю вам историю, я не буду сейчас рассказывать про всю историю его перестрелок и отсидений в тюрьме и так далее, нет, просто скажу, что Дима, значит, Дима недавно ехал в автобусе, время 11 часов вечера и Диме случайно в рекомендациях от Spotify попадается случайно трек Тори Лейнза, который вот вместе там какой-то с Триппередом и Йоко Гоуд, который называется Heard's Me, и мне он нравится. Мне очень нравится звук, мне очень нравится мелодия, мне очень нравится всё, потому что это не вот не рэп, хип-хоп вот в привычном его понимании, а что-то очень в стиле а-ля Викинда 80-х ностальгических мотивов и так далее. Мне очень нравится. Я начинаю слушать весь альбом, который вот в этом всём стиле, я начинаю фанатеть от всего альбома, потом понимаю, я начинаю изучать, что кто такой Тори Лейнз, вообще что это, как это, почему это, я смотрю всю эту историю с выстрелом в Мэгганз, в Зистолеон, и понимаю, что чувак сейчас сидит вообще в тюрьме 10 лет, и это меня приводит к моей вечной излюбленной теме для рассуждения про то, что мы отделяем творчество артиста от его личных вот этих вот штук, потому что я понимаю, что, блин, ну мне нравится, и мне вообще всё равно, что он здесь в тюрьме, мне всё равно, в кого он стрелял, мне всё равно, что он плохое сделал, я осуждаю, возможно, это как с человеческой стороны, но с музыкальной, как с творчества, ну в плане, типа, мы в людей не стреляем, во всю эту историю я не лезу с конфликтом с Мэгган, потому что это надо изучить, потому что я видел, что очень много теорий про то, что на самом деле там в неё и не стреляли, и на самом деле, ну, все эти бифы с Никим Минаж, которые у неё были, короче, мы не знаем, как это всё внутри на самом деле, то, что вот если есть официально, то, что его признали виновным, да, это осуждаем абсолютно, причины, почему это случилось, как, и при каких обстоятельствах, вот этого мы никогда не узнаем, вот как это было. Это точно нет. Да, как бы, а изначально в том, любая, ну, насилие, жестокость, это осуждаем, конечно, но музыка, но блин, я не знаю, как, мне очень нравился комментарий в Твиттере, в Твиттере про то, что, пожалуйста, просуньте ему туда микрофон, пусть он закончит все свои неизданные треки, я согласен, пожалуйста, просуньте микрофон, ну, типа, классно очень, когда, ну, много таких историй, на самом деле, когда разные безумные люди делали очень разное классное творчество, как в музыке, вообще в целом, картины, там, искусство, сфальтура, живопись, все вот это вот, я отделяю, я все-таки отделяю, но иногда, я не знаю, я, наверное, я не буду прям сильно сейчас затрагивать политизированную тему, потом мы с тобой вне подкаста, это я тебе расскажу, обсудим, но иногда все-таки я, у меня нет такого, что твердое пренебрежение, иногда я смотрю, что если мне не нравится, что человек делает прям это совсем не близко, я прям бойкотирую, не поддерживаю творчество, особенно если я знаю, что, типа, если монетизация этого творчества идет на плохие цели, вот, в этом плане, если я знаю, что тем самым я поддерживаю какие-то там, я не знаю, террористические или плохие эти, тогда я, ну, но опять же, ты же никогда не знаешь на самом деле, куда это все уходит, поэтому это ужасно, вот твое, что ты думаешь про это вообще? Я очень стараюсь разделять артиста и его творчество, это стало сложнее в последние пару лет с Канни Вестом, очень сложно стало разделять артиста и творчество, потому что Канни, конечно, понесло конкретно, хотя как артист он мне всегда безумно нравился, и все еще моя любимая песня в караоке это Estelle и Канни Вест American Boy, ну, типа, тут ничего не поделаешь, к сожалению, и как я тебе говорила, что песня Криса Брауна и Kiss Kiss до сих пор, ну, вообще хитяра, я реально очень люблю ее, хотя Криса Брауна, как человека, мы практически не поддерживаем, вот, ну, в общем, в последнее время стало сложно, но я тоже очень стараюсь, ну, типа, прямо очень сильно на этом не зацикливаться, скажем так, я не буду специально слушать этих артистов, но если они попадутся, то, как бы, окей, типа, не переключаем, ничего не говорим, ну, типа, все окей, все нормально, послушаем, окей, но, как бы, на концерт, например, когда был вброс, что Канни Вест приезжает, на концерт бы я не пошла, ну, типа, я бы не бесплатно пошла, но, типа, я бы не заплатила за это деньги, я бы не хотела отдавать ему, типа, отдавать свои деньги, чтобы он продолжал делать то, что он делает, вот, но бесплатно, если бы были проходки, я бы с ним сходила, типа, можно про него говорить что угодно, но все равно это будет шоу Канни, ну, то есть, как бы, вот так. Да. Короче, в общем, неоднозначно, непонятно, просто, мы просто, они тоже люди, они тоже делают ошибки, мы это принимаем, понимаем, конечно, смотрим на конкретно, какие ошибки. Да, просто, кстати, это ошибки, которые видит весь мир, типа, да, поэтому, они раздутые, потому что о них напишут все подряд, из этого сделают все, что только можно, ну, да. Да. Ну, в общем, нету какого-то конкретного у меня понимания, что с этим делать, ну, и мне кажется, не должно на самом деле, потому что просто так бы котировать, так же, как отмен, да, культура отмены, просто так отменять, тоже тупо, но то, что сейчас вот отменяют из-за того, что у людей нет какой-то политической определенной позиции, или даже если они на есть, но они хотят об этом говорить, отменять за это людей тоже, ну, это глупость полнейшая, отменять людей за то, что они женщины сбивают, в частности Риану, это, может быть, еще, еще можно, но, в общем, сложный, очень сложный вопрос, очень сложная тема, мне кажется, в целом можно отдельно просто про нее поговорить, типа где-то в рамке, собрать такие примеры интересные людей, да, интересные примеры отмены, и думать, стоит ли отменять людей за это, или нормально идем дальше, игру сделаем. Извечная тема, на которой нет, однозначного ответа не будет никогда, однозначного ответа. К сожалению, ну, или к счастью, нет. Ну, это просто я хотел поделиться такой, да, интересной темой, потому что это буквально недавно случилось, и однозначно это включу в музыкальные рекомендации, потому что, ну, как знаешь, я даже так скажу, не я же один такой-то обоеб, которому нравится музыка, миллионы людей, которым нравится музыка, и, ну, это, наверное, говорит о том, что действительно, значит, музыка, ну, что творчество, оно имеет место быть, оно хорошее, оно находит своего слушателя, и, ну, как бы окей. Причем, интересный, забавный факт, который я хочу сказать про, так раз таки про него, в плане, я у него увидел в Инстаграме картинку, про его статистику прослушивания Spotify, где он поделился, что, типа, у него там одна статистика, полтора миллиарда прослушиваний, 68 миллионов слушателей в Spotify, 74 миллиона часов, это с, это независимо, он как независимый артист без лейбла, и следующая картинка, абсолютно те же самые показатели, с лейблом, который его питчу продвигал на радио, типа, подписан на мейджор, куча размещений в плейлистах, и все такое, те же самые показатели. И это, опять же, доказательство, скорее, не про то, что там с лейблом, без лейбла, а про то, что действительно, если музыка хорошая, если она находится в слушателе, аудиторию, то там уже не имеет значения вообще ничего, она будет слушаться, она будет стримиться, и все будет хорошо у артиста, как у артиста. Да. В целом, то, что я всегда говорила, главное, чтобы музыка была не говно, и типа, все нормально будет. А там уже вот это лейбл, не лейбл, вот это все, да. Это уже все второе. Главное, хорошая музыка. Да. Ну, переходим к нашей главной новости. Десятилетие. Это естественно, это естественно. Естественно. Бэйби-бэйби у Джастина Бибера будет, ребята, совсем скоро. В принципе, что мы думаем об этом? Ничего не думаем об этом. Ничего не думаем. Ну, типа, ну, молодцы, поздравляем. Я, естественно, я был в команде тех, я думал, что слухи про то, что он с ней ради гражданства Америки, что это правда, и что они расстанутся. Но, как, видимо, оказалась крепкая пара, любовь, совет для любовь, счастья, здоровья. Да. Там интересно другое. Интересно, ну, типа, не новость их беременности, а интересно, какой пошёл интересный промо-тур нашей любимой пары Селена Гомеса и Бенни Бланка сразу после этой новости. После этой новости в тренде была не Хейли Бибер, а Селена Гомеса. Ну, конечно, Потому что, типа, Хейли объявила о беременности, Селена Гомеса в трендах. Да. Это, конечно, ужас, но это было неудивительно. Нет. И да, новости буквально не прошло какого-то времени. Везде начались новости про то, что Бенни Бланка говорит, что он хочет детей от Селены Гомеса, он хочет с ней семью, и это его следующая цель, и он это хочет. Как бы, во-первых, изначально то, что вот я тебе писал, я даже сейчас посмотрю, как я тебе это написал, потому что, мне кажется, я очень хорошо написал, про то, что, ну, во-первых, Бенни Бланка, его никто не слышал, не знал до Селены Гомеса, в плане в медиапространстве его не было так много. В медиапространстве нет. Сейчас он везде в медиа, он везде подряд, и за счет того, что он говорит все время про Селену Гомеса. Естественно. Меня это крайне раздражает, меня раздражают абсолютно эти инфоповоды, которые ты видишь, просто бессмысленные, тупые, несущие вообще в себе ничего, которые все медиа просто подхватывают и форсят это, просто потому, что это громкие имена. И вместо того, чтобы делать музыку, вместо того, чтобы делать какие-то проекты или еще что-то, они делают проекты, но они просто вот этими тупыми новостями, они их пиарят, свои проекты. Да. Ну, как бы Бенни Бланка хороший продюсер, ну, типа, он был успешный и до Селены, то есть, именно в медиа пространстве не было, как продюсер, все было у него хорошо. И у него же, типа, не так давно, книга же вышла с его кулинарной, с его рецептами, ну, то есть, короче, он, ну, нормальный чувак, все окей, но да, из-за того, что вот эти вот постоянные, типа, Бенни и Селена так счастливы вместе, или Бенни так сильно в любом серии, они хотят то, у них новый уровень отношений, а не то, да, блядь. Пусть, ну, типа, где новости? Хейли и Джастин не говорят их в своих отношениях так. Нет. Вообще не говорят о своих отношениях. Их не видно вообще. И все, они, типа, по отдельности, все прекрасно вместе, если про них новость просачивается, ну, типа, как времени, что-то такое, хорошо, все, но как бы они, нету такого, что, типа, вот они вместе то, вот они вместе все. Нет, там по отдельности всегда у них, Хели, красотка, с своим кейсом с чехлом на телефон. Хороший, кстати. Я тоже себе такое хотел. Джастин тут был концерт, где он спел старые свои треки. Тоже, ну, типа, круто. А вот эти двое другие, к сожалению, мы слышим только про то, как они счастливы вместе. Я устал. Я уже хочу что-то новое от Селены. Я уже хочу, я не знаю, что-то нормальное. Ну, неважно, любые проекты, но не точно не... Ну как, Волшебник из Вейверли Плейс. Вот тебе новый проект. Ну, это всё ещё не вышло, оно всё только будет. А сейчас что, довольствоваться историями про отношения? Да, получается так. Ну, это глупость, конечно, тупость. И лучше бы они ничего не говорили. Лучше бы они сидели там, молчали вдвоём в тишине, в покое. Да. К сожалению, вот так получается. Очень жалко. Очень жалко. Да. И последнее, что я хотел, чтобы мы обсудили, рассказали, это чтобы мы рассказали, чем мы занимаемся сейчас во FlopFlop, что мы делаем сейчас весь май и июнь. Вот. Что мы делаем, Настя? Мы рассказываем про наши любимые лейблы, лейблы, с которыми мы очень ясно общаемся, работаем, кого мы очень любим поддерживать, с кем мы общаемся уже, типа, долгое время и рассказываем про их артистов. Мы выбираем самых интересных для нас и для вас артистов, про них немножко расскажем и про весь лейбл тоже в целом, чтобы вы познакомились, если вдруг вы не знали, чтобы вы могли познакомиться с хорошей нашей современной русской музыкой в том числе. Это, кстати, продолжение того, что мы в прошлом выпуске говорили, что не так там с русской попсой и что не так, в принципе, с русской музыкой. И очень радует, что у нас есть, что есть реально такие... Конечно. Что есть хорошие варианты, хорошие лейблы, хорошее всё. Вот. Поэтому, да, это, опять же, всё очень субъективно, да, наш... Естественно. Абсолютно на наш вкус. Да, да, но да, это интересно взглянуть, потому что интересно. Я, кстати, я хотел ещё одну тему, я не знаю, это уже опять будет большой подкаст, но... Это уже больше часа точно. Да, я хотел такую тему обсудить, ну, Евровидение 30 минут и все остальные темы чуть-чуть. Про работу, про поиск работы. Ты знаешь, это невыносимо сложно, это ужасно найти работу, но в чём суть моего спича? Здесь огромное количество лейблов, огромное количество компаний и огромное количество вакансий. И недавно мне ответил один рекрутер на то, что, типа, я подался, значит, на эту, и спустя неделю он мне отвечает, у нас за неделю на одну вакансию более 500 человек. 500? И, типа, это как бы, это уже пиздец. И к тому, что, ты понимаешь, я не знаю, либо все так хотят в развлекательную музыкальную индустрию, либо у людей нет работы. Куча, я не буду, я не HR, это вообще не моя тема, чтобы это исследовать и понимать, почему. Но к тому, что, при том, что здесь, ну, на самом деле, достаточно много мест для работы именно в музыкальной индустрии, потому что много компаний, много всего. И я это просто проанализировал и вспомнил с тем, что происходит, например, в России сейчас с лейблами, с монополистами и с тем, как одни компании, которые скупают все подряд и поглощают другие, где для маленьких лейблов просто не остается вообще возможности и места для работы. И в том числе в плане по зарплатам. То есть, когда у тебя нет артистов и нет работы, ты даже зарплату не можешь предложить специалистам, и какая мотивация работать там. И я такой посмотрел и подумал, вот если здесь так плохо и так сложно, это же... И к тому, что именно даже с точки зрения того, если ты уже находишься в индустрии или если ты только входишь в нее, это же вообще жесть. Да. И это на самом деле страшно, но это меня радует в том плане, что я рад, что я нахожусь здесь, потому что... Как рад? Не могу найти работу и ничего не могу сделать, но рад. Ну, радует, знаешь, что в целом нет такой монополизации сильно, и несмотря на присутствие мейджоров, но несмотря на то, что... А у того же там универсла, Ворнер и так далее, у них куча своих подлейблов, и они тоже поглощают и все такое. Но при этом конкуренция все равно есть, и работа других лейблов, она имеет место быть, и при этом есть рабочие места, при этом есть возможность работать, и у тебя нет такого, что обязательно только вот есть один там, я не знаю, ВК, Яндекс, МТС, звук, все, больше ничего нет. Это радует, это смотреть на это радует, но я ужаснулся с цифрой, потому что действительно очень много людей, которые хотят. Конечно, очень много тех, которые просто так, которые вообще просто так делают, подаются, а нефиг делать, им неинтересна сама музыкальная индустрия, это плохо, потому что, ну как бы, все равно классно, когда человек заинтересован в этом, не просто ему нужна работа, потому что ему нужна работа, потому что он заинтересован в этом. Это круче, когда так человек получается в этот тип, но для этого, конечно, HR, здесь HR-система развивается и развивается в плане, что они это отсортировывают, но я ужаснулся, и это больно. Конечно, да. Я против монополизации, меня это пугает, меня это раздражает, меня это бесит, меня это злит, и я надеюсь, что здесь не будет такого хотя бы в ближайшее время. Я думаю, нет, и мне кажется, нет. У нас, к сожалению, да, у тебя, я надеюсь, нет. Ну вот, просто это в целом страшно, потому что это может же везде произойти, это может везде случиться, это никогда не знаешь, это в разных индустриях входит. Ну, слушай, для этого всегда есть фоны, всегда есть антимонопольные организации, которые следят за то, чтобы у одной компании не, типа, они не перекрывали по процентам весь остальной рынок, то есть за этим очень следят, и когда была новость, что кто-то из менеджеров собирался покупать Pombelief, да, если не ошибаюсь. Помню, да, да, да. Ворнер, по-моему. Да, буквально вот, типа, вот, сколько месяцев назад было новости. Как раз-таки антимонопольные организации, они проверяли, просчитывали, сколько тогда, какой процент рынка тогда будет у менеджера, у Ворнера, если они купят, и, типа, возможно, они бы не разрешили сделать эту сделку. Ну, то есть за этим все следят, и это прекрасно и хорошо, чтобы вот не было такого, чтобы менеджеры скупили все на свете. А почему в России, кстати, не следят за этим? В России разве нет антимонопольной истории, потому что... Ну, организация есть. Ну да, да. Все. Что они делают? Я не знаю. Это была не тема для обсуждения, а просто поле для, так сказать, может, как... На подумать. Это две подружки, которые делятся друг с другом. Вот я с тобой еще поделюсь. Я ем японские орешки. Тут же на японском. Тут нет ничего на английском, кроме озава шейджиро. Вкусные? Ну, такие. Да, нормальные. На печеньках можно орешков закончить пока. Да. Я думаю, да. Тем более, что мы очень-очень сильно вышли. У нас не то, чтобы... У нас нет тайминга. Мы в целом просто начинаем и идем. Как я говорила раньше, на самом деле, так происходят у нас все наши звонки. Мы зазвонимся на 15 минут, и полтора часа просто новости все обсуждаем. Я думал, что у нас... Что сегодняшний подкаст будет минут 30, не больше. 30 минут просто невероятнее одно обсуждали. И то, по-моему, даже минут 40. Вот. Но это же прекрасно, замечательно. Мне все нравится. Мне это будет наш первый подкаст с видео. Да, да, да. Вы можете посмотреть на нас красивых. Наконец-таки. Так же Дима и Настя только проснулись. Да, да, да. У меня вот вообще было 10 утра, когда мы созвонились. У меня не 10 утра, но выглядело я так, как будто я в целом не спала сегодня ночь, что в целом почти, правда. Вот. И до начала я выпила вот такой вот стакан кофе. Иначе бы я бы не... Потому что ты празднуешь. Не могла говорить, да. Да, праздную. Завидую. Всякие изменения в жизни. Хорошие. Да. На этом все. На этом все. Большое спасибо. Ждите новых выпусков. Монтировать. Зацените лейблы, про которые мы рассказываем. Хорошие, прекрасные лейблы, которые мы очень любим. Мы будем в течение всего мая, в течение всего июня. Ну, половина июня. Рассказывать там еще лейблы 3 минимум или 4. Так что слушайте, подписывайтесь на флоп-флоп. И всем пока. Настя, нажимай на красную кнопочку. Я нажимаю. Я нажимаю.